Привет, друзья! Меня зовут Павел Руденко, и передо мной спальный мешок, самый легкий в сплаве и один из самых легких в России и за рубежом – Graviton Lite. Его температура плюс 6 комфорт, 0 лимит и минус 15 экстрим. Вес в размере регуляр всего 505 грамм. Я спал в нем около 60 ночевок в мае на Кавказе, в июне в Хибинах и прошел 600 километров по Транскавказской тропе в Армении. И хочу поделиться с вами своим опытом использования. При выборе спальника в первую очередь нужно обратить свое внимание на утеплитель. Здесь это гусиный пух 850 Fill Power. Это очень высокий показатель и некий стандарт для легкоходных спальников высокого класса. Мы помним, что ценится пух птиц, выросших в холодных и суровых условиях. И на данный момент есть три основных лидера по производству пуха. Это Россия, Канада и Польша. Да, наш пух котируется на мировом рынке и используется многими зарубежными производителями, в том числе и в этом спальнике. В России налажен прозрачный контроль, производство и очистка пуха на европейском оборудовании. В моих походах пух ни разу не намок и не потерял своих свойств, хотя автономная продолжительность походов была выше двух недель. Здесь используется гидрофобная обработка пуха немецкого производителя NACAR, и это очень хорошо работает. Ткань 10 Denier с внешней и внутренней стороны. Она очень легкая и технологичная, что позволяет облегчить спальник и сделать его минимальным в объеме. Мой опыт показывает, что при разумном использовании переживать о прочности не стоит. У спальника есть свои особенности. Это вертикальные и горизонтальные пуховые карманы. Вертикальные от капюшона до середины бедра с теплыми швами. Горизонтальные в ногах и со спины со сквозными швами. Сквозные швы со спины ни разу меня не беспокоили. Помните, что теплоизоляция от земли – это работа коврика, поэтому подбирайте его с соответствующим R-велью. Как и во многих спальниках, здесь дифференцированная набивка. То есть в спине утеплителя меньше, чем сверху, в соотношении 60 на 40. И это полностью оправдано. Чтобы спина не мерзла, придерживайтесь простого правила. Если крутитесь во сне, крутитесь внутри мешка. Сквозные швы в районе ног. В холодную погоду, в районе 0 градусов, я ощущал чуть больше теплопотерь, чем обычно. Но тут тоже есть простое решение. Можно надеть мембранную куртку на ноги или утепленные штаны. Оба варианта рабочие. Утяжка капюшона очень удобная. Она имеет стропу и эластичный шнур, поэтому в темноте ночью, когда вы сквозь сон ее утягиваете, точно понимаете, какую часть капюшона нужно подтянуть. Сейчас спальник выпускается в двух ростовках. 190-я подойдет для роста до 165. 205-я ростовка для роста до 180. А в плечах аж 80 сантиметров. Это очень просторно для спальника с таким весом. Чтобы подробнее узнать о том, как выбрать спальник, переходите на это видео. Модель получилась классная. Тест-драйв однозначно пройден. И главное, снаряжение должно работать. Поэтому чаще ходите в походы. Задавайте вопросы в комментариях. Пока!